МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Наш Красноярск, теледневник о жизни Краевого центра. Меня зовут Ольга Аванесова. 29 и 30 октября Краевая столица принимает участников 12-го международного юношеского турнира по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Ежегодно это событие собирает более 300 спортсменов со всего мира. Сегодня мы расскажем о том, как их готовились встречать в этом году. Подробности в нашей главной теме. Турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева проводится в Красноярске с 2005 года. Если сначала это было открытое первенство советского района, то теперь соревнования известны во всем мире. Впрочем, как и имя Бувайсара, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион олимпийских игр, почетный гражданин Красноярска. Еще одна заслуга чемпиона – единственный на сегодняшний день юношеский турнир, включенный в календарь Международной Федерации Борьбы. Участникам по 16-17 лет выступают они в 11 весовых категориях. Сегодня основной лейтмотив этого события заключается в словах, когда-то сказанных чемпионом. Сила звучит только в том, кто победил себя. Чтобы доказать это на собственном примере, ежегодно более 300 спортсменов со всего мира едут в Сибирь. Последние 8 лет поединки проходили на коврах Дворца спорта имени Ивана Ерыгина. В связи с тем, что дворец закрыли на реконструкцию, в этом году местом встречи выбрали крытый манеж футбол-арена Енисей. Есть вертуши, подумаешь, такой универсальный помостик. Делали его в России, в городе Златоусте, по нашим чертежам. Заведующий Дворцом спорта имени Ивана Ерыгина рассказывает о трудоемком процессе переноса конструкций для соревнований. Защитное покрытие для пола, подиум для награждения, световое оборудование. Чтобы все это установить, пришлось работать круглосуточно. Главным объектом здесь, конечно же, стал борцовский ковер. Здесь помост на три ковра. Каждый ковер 12 на 12. Общая площадь получается 15 на 45. Больше чем? Ну, чуть больше, где-то 650-670 квадратных метров. Все турниры, как Сайтиева, так и Ивана Ерыгина, проходят на борцовском помосте. После того, как все необходимое оборудование было установлено, в Манеже начались генеральные репетиции церемонии открытия. Артисты с утра и до позднего вечера оттачивали свои движения, чтобы удивить зрителей и продемонстрировать все гостеприимство родного города. Подготовка к церемонии открытий началась еще за несколько недель. Это пошив костюмов, изготовление реквизита и репетиции эпизодов программы. Участники – лучшие детские коллективы из учреждений культуры, школ, ансамбли народного танца и балетные студии. Всего в церемонии открытия задействованы около 400 артистов. Открывать программу мы будем с лазерного шоу. Впервые мы работаем в этом Манеже. Впервые церемония открытия будет проходить здесь. Поэтому было принято решение, что прологом программы будет лазерное шоу о теме четырех стихий. И впервые вообще в Красноярске проекция будет на вот эти вот стены. То есть это будут два плана, вот эта стена и другая. Как признаются организаторы, главную тему торжественной церемонии открытия выбрали не случайно. Сила четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня – символично для борцов. Преодолевая каждую из этих стихий или побеждая соперника в поединке, человек становится сильнее духом и телом, готов к любым трудностям и стремится к своей мечте. Именно это своими достижениями доказал бы Вайсар Сайтеев. Кстати, специально к турниру в Манеже футбол-арена Енисей подготовили выставку о жизни заслуженного спортсмена. Экспозиция представляет олимпийские медали, личные вещи, фотографии детства, моменты соревнований и триумфа. Открывают эту выставку сам бы Вайсар Сайтеев. Сегодня гость нашей студии – руководитель кроссспорта Валерий Анатольевич Черноусов. Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Добрый день. У нас в Красноярске проходит знаковое спортивное мероприятие – турнир Бывайсара Сайтеева. Скажите, пожалуйста, насколько оно знаковое действительно? Совершенно верно. Если немножко в историю податься, то впервые турнир прошел в 2005 году. И начинал он с первенства советского района. И потом он рос. С 2008 года он проходил во дворце спорта имени Ивана Сергеевича Ирыгина. Статус его возрастал. И теперь это международный турнир. В этом году он 12-й уже. Это единственный такой юношеский турнир с таким призовым фондом. Приезжают гости почетные с Федерации борьбы России, международной федерации. Вот приезжают. Всегда к Бывайсару приезжают его друзья, олимпийские чемпионы. Кто с ним в свое время участвовал, кто раньше, кто позже всегда его поддерживает. Это действительно большое событие для Красноярского края, для детей, для вида спорта борьбы. Так что вот так. А для самих спортсменов это насколько статусное мероприятие? Конечно, спортсмены это юноши, которые 99-2000 годов рождения. Такой старт, что это международный уже турнир. Это не просто там первенство района или города. Естественно, стремятся показать себя, показать как-то всему миру. Потому что география широкая, и Казахстан уже, и Бекистан приехал у нас, и многие другие. И, естественно, ребята готовятся и стремятся. Валерий Анатольевич, вы сказали про призовой фонд этого турнира. Говорят, что он действительно один из самых, или может быть даже самых, таких престижных и больших, весомых в мире. Да, именно в юношеском, вот аналогов в мире, как говорят, нет таких. Их фонд БВСА Рассетива учреждает призы. За первое место получает участник 50 тысяч рублей, за второе 30, за третье 15. И тренер-победитель 10 тысяч рублей. То есть вот за такое, как бы, уже ребята борются. Это включено в календарь Международного Федерации борьбы. То есть достаточно, ну, как сказали, нет такого нигде в мире. У нас есть. Насколько трудно попасть на этот турнир? Я думаю, как и везде есть спортивный отбор. Отбираются, сильнейшие попадают и принимают участие. Мы надеемся, конечно, на наших красноярских ребят. То, что отобрали здесь сильнейшие и будут бороться. Вот в прошлом году три медали у нас было. Надеюсь, в этом должно больше быть. Так что, думаю, посмотрим. На ковер все покажет, кто как подготовился к этому мероприятию, к этим соревнованиям. К этому турниру традиционно юноши со всего мира проявляют интерес. Кто может приезжать к нам в Красноярск. Скажите, насколько весомая будет борьба и насколько весомая наша команда Красноярского края? Конечно, дома, как говорится, и стены помогают. Впервые из-за реконструкции дворца Ирыгина мы в футбол-арену переехали. Впервые такое мероприятие будет смонтировано по мосту. И ребята будут стараться доказывать, что они на равных во всем мире со своими сверстниками. У нас 11 весовых категорий, то есть будут бороться. Мне нравится еще мотив Буайсара Сатьева, одна из его цитат, которые он высказал в одном интервью. То есть сила звучит только в том, кто победил себя. То есть вот многие смотрят видеоролики, как он достигал своей победы. Это немаловажно. Будет выставка открыта в начале, перед открытием мероприятия. Дети, зрители, болельщики смотрят эти мгновения, которые предоставил нам Буайсар на международной арене. Так что здесь и воспитательный процесс немаловажен. Спасибо, Валерий Анатольевич, за интересную информацию. Спасибо вам. До свидания. Турнир на призы Буайсара Сатьева – своеобразный трамплин в мир большого спорта. Завоевать победу на этих соревнованиях мечтают борцы со всей планеты, особенно сибиряки, принимающие гостей. О тех, кто защищает честь Красноярского края на международной арене и как готовятся спортсмены к своим выступлениям, расскажем в нашей портретной зарисовке. Красноярская академия борьбы имени Дмитрия Мендиашвили горячая пора. Юноши-вольники усердно готовятся к важным событиям – первенству России и турниру Буайсара Сатьева. Тренировочные сборы начались за две недели до соревнований. Самое главное – сейчас не заболеть и не получить травму. При этом особое внимание к коротким интенсивным схваткам, чтобы отработать свои коронные приемы. Это и броски, и проходы, и работа в партере, то есть очень много. И всегда говорят, что красноярцы, которые выигрывают, не достигают чего-то, то есть они выигрывают за счет техники, за счет силы воли, характера, не знаю, может быть, что-то влияет, что Сибирь наш крепкий, закаленный все. То есть сила воли, характер, ну все, как бы, все это в совокупности дает хороший результат. Виталий Кудрявцев тренирует сборную больше 10 лет. Сам он не только опытный наставник, но и настоящий пример для подрастающего поколения. Вольной борьбой увлекся еще в начальной школе. Окончил Институт спортивных единоборств имени Ивана Ирыгина. Виталий – мастер спорта международного класса. Это звание он получил после того, как в 1999 году выиграл турнир Ивана Ирыгина. Когда хорошо тренируешься, стремишься достичь каких-то высот, то, естественно, ты хочешь, у тебя есть огромное желание победить на соревнованиях. Всегда переживаешь поражение. То есть каждое поражение, это, ну, начиная заново там работать над собой, чего-то, к чему-то еще стремиться исправлять ошибки. Ну и очень приятно, когда уже выигрываешь соперника, кому раньше проигрывал, потом выигрываешь, и ты видишь результат работы свой, естественно, от тренерского коллектива, который окружает, помогает, администрация. То есть очень много людей, которые вкладывают в твое занятие, в твое стремление. Это не так, что один человек взял и выиграл, или это я поднимаю. То есть такого не бывает. Поэтому Виталий Кудрявцев понимает, насколько важны победы для его воспитанников. В сборную Красноярского края входят сильнейшие борцы из самых разных уголков региона. Они уже успели доказать свое лидерство на многочисленных соревнованиях. Николай Донзоренко занимается вольной борьбой уже 8 лет. В спорт пошел по стопам отца тренера. В родном Назарове юноша стал одним из лучших вольников, а завоевав несколько всероссийских наград, получил приглашение в сборную края. После школы переехал в краевую столицу и теперь защищает честь всего региона. Одна из целей юного спортсмена – золотая медаль с турнира Бувайсара Сайтеева. Он мой кумир. Самый первый, когда я увидел его из борцов, это был Бувайсар Сайтеев. Он меня вдохновил на эту борьбу. Еще один спортсмен Дмитрий Никитин в вольной борьбе с 5 лет. После ряда серьезных побед получил разряд кандидата в мастера спорта. Говорит, с каждым годом желание быть лучшим только растет. Доказать это как раз можно на международном турнире. Это почетный турнир в нашем городе. Это единственный турнир, который занесен в международный календарь. Это United World Wrestling. Ну, то есть там все проводится на высшем уровне. Это, можно сказать, нас подводит к вот таким международным турнирам по мужикам, получается, уже более взрослым. Ну, это уровень уже. Красноярская школа борьбы известна всему миру и славится активной атакой, большим арсеналом приемов, выносливыми и техничными борцами. Именно это продемонстрирует Красноярская сборная на предстоящих соревнованиях. Пожелаем им удачи. И напоследок наша традиционная рубрика «Непосредственное мнение». На этот раз воспитанники одного из детских садов в Красноярске рассказали, как они понимают смысл известной цитаты Бувайсара Сайтиева «Сила звучит только в том, кто победил себя». Я думаю, победить себя – это значит, что ты победил свой страх. Ты надо одолеть свой страх, и будет тебе все легко. Я раньше боялся, например, с мамой ходить в магазин, когда был маленький, но я одолел свой страх. Это когда ты на первом месте получаешь кубок, медаль. Ну, потому что одолели самого себя. Вот я в хоккее не мог там еще забить, а уже забивал 9 голов. Как я давно сначала не могла закидывать рогаткой игрушечной мячиком в мою копилку. А потом папа мне показывал, и у меня чуть-чуть так получалось, а понемножку. Ну, я сначала не мог написать цифру, а потом я себя победил и смог. Я сначала дома не принимал задания по дошкаленку, и потом все смогла. Потому что я старалась. Я на гимнастике сейчас учусь, но там сложно очень все. Возле себя – это, наверное, что-то сделать крутое, что-то. Ну, например, сделать сальто на велике. Или, например, на мотоцикле проехать на колесе и задам. Это значит, что человек делает то собой, то, что его сам себя победит. На этом у меня все. В следующей программе мы расскажем о том, как отмечает свой 40-летний юбилей детская библиотека имени Сергея Михалкова. Смотрите «Наш Красноярск» каждую субботу в 17.00 на Первом Краевом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!